Итак, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за Афганистан, а нынче это Эмират Вечного Огня, звучит круто, но это просто Афганистан, в любом случае подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны, а мы же практически победили в этой ужасной войне, и вместе с нашим свидетелем Германии скоро сможем возглавить новый мировой порядок, поехали! И вот они, наши легионы движутся на запад, игра почему-то подлагивает, видимо, потому что Германия выделяет марианит, или что, и будем мы спасать их там, у нас здесь также дивизии успешно пробиваются сейчас через Непал, и скоро мы войдем на территорию Бахарадской коммуны, здесь дыри скоро капнет, и я, в принципе, объюливаю, наверное, вот этим ребятам и закатаю их всех. Я вижу, сколько тут у них дивизий, понимаю, что, ну, без снабжения-то здесь не пробью, а снабжение здесь строить примерно 3 месяца. Какой мы делаем вывод, это оставляем, наверное, все же здесь, а вот это все, пожалуй, куда-то вот сюда, и ждем, строим, получается. И смотрите, перемирие с Россией. Что? Действительно, что я могу сказать по этому поводу, действительно. А почему? Что это за сломанные скрипты? Каким образом Россия замирилась? Мы в этом мире даже не были, они все еще остались в фонтанте. Что? Ну, я считаю, что это какая-то хуйня. Так что стираем это из истории. Да, вот какой-то аккорд Вильнюса. Существовал какой-то бред, потому что, ну, как, что, только с Германией они подписали перебири, а мы что? И все остальные страны, которые воевали. Я потом просто попередаю территорию, наверное, как-то мы разберемся. Рая русско-японская. Видимо, потому что Россия вступила в войну с Японией, потому что Германия вступила в войну с Японией, а Россия наша марионетка, и она тоже вступила в войну. В общем-то, да, достаточно простое, на самом деле, событие, но получилось оно не таким простым образом. И активно снабжения я вроде заказывал, и почему-то нас, видимо, отбросили назад. Не знаю. Так что, нажимаем галочки и начинаем атаковать. Наши войска, в отличие от игрушечных войск остального Рейхспакта, пробьются. Здесь, я думаю, заставят Францию капитулировать очень быстро. А вот Афган-Нистан берет Париж. И, в принципе, думаю, да, вся Франция последует за ней. Падение Парижа. Потому что это стран самура, но плевать на них. Вот и Нидерланды мы вернули, вот и Бельгин. Мы сейчас возвращаем. Как я и говорил, наши войска здесь прекрасно себя показывают. В Сербии аналогичная ситуация. Сразу же мы вызвали прорыв. Здесь пока что да. Ну, все идем, терпим, ждем. Функт оснабжения, в скобочках, походу, сейчас снесут наши войска. И придется заново его строить. Надеюсь, нет. Итак, Нидерланды, так как мы освободили, едем в Испанию. Эта армия отправляется. Толкать весь свет. Круглосветное путешествие. Сейчас Францию добьем. Ну и все достаточно прекрасно, да. А, это мы помогли Сербию добить. Возьмем себе, пожалуй, Албанию за нашу помощь. Почему бы и нет. И вот, да, Франция пала. Конечно же, именно афганистанский сапог помог ее добить. Афганский, если быть точным, наверное, правильно, как говорится. И сейчас сделаем то же самое с Испанией. А затем разберемся и с оставшимися странами, что тут есть еще. Британия, пожалуй. Ну и, конечно, вот эти вот еще приколы. А еще я начал думать, как мы будем всаживаться в Британию. И понял, что никак. Мы не умеем делать лодки. Мы обычно плаваем только чисто, знаете, реально вплавь, вручную. Так что давайте как-то вот так распределимся. Сейчас будем исследовать еху и потом готовиться к высадке. И, ребята, Британия решила высадиться в, блядь, Венецию. Из всего мира они решили высадиться в Венецию. Нафиг я, главное, зачем? Ну ладно, это уже не наша проблема. А мы же здесь отбиваем сейчас Африку. И, в общем-то, будем с этой войной заканчивать. И армии уже идут на вот эту Индию. Будем с этой Индией также сейчас разбираться. Где, кстати говоря, эта армия самая... Что-то замедлилось, это странно. Ладно, вроде нормально идет. Падение Гибрилфара, но на самом деле это было падение Испании всей. Здесь, слушайте, а что это? А, Португалия в Антанте. Ну, это сразу, кстати, против Антанте, наверное, будет готовым воевать. Но, в целом, вроде как, ничего особого. Здесь будет Португалия и чуть-чуть в Африке повоюем. Это уже казуальщина, я бы сказал. Так что, да, готовимся, но не боимся. Переда, у нас здесь приехали припасы. Теперь мы что делаем? Кстати, вот эти ребята еще... О, они еще и им обвели войну. Как все говорят, прекрасно, но... К сожалению... А, у них пока неопадение с лидером нашей фракции. Черт. Это мне вообще не нравится. Ну и что, готовим теперь выставку. Техи есть, 20 дней в день. Ждем. Здесь пока нету зеленого моря, но это пока. Периодически оно там бывало. Плюс я в теории мог бы перетянуть туда свой флот. И я, наверное, это и сделаю. Итак, здесь у нас зеленое море. Мы еще свой флот добавили. До него тоже было зеленое. Поехали высаживаться. И да, есть нюанс. Ага, наш флот решил... Ага, ну он помог здесь, но решил вот этот мне помогать. Увы. Можем сказать мы в таком случае. Давайте сюда всю авиацию нашу перевезем. И наспавним еще, потому что у нас уже есть еще авиация. Давайте вот так. Тогда я поставил флот на перехват. Точнее на поддержку высадок. Один на второй, на защиту конвоев. А ну или тут просто нету дивизии. Есть только подплотки какие-то, которые пытаются что-то там сделать. Но это такое дело все смешное на самом деле. Мы даже и без помощи, и без ничего высаживались бы здесь. Окей. Тогда это все объединяем. Пожалуй, делаем вот так. Делаем вот так. И наша армия здесь просто идет и захватывает всю эту Англию. Которая выглядит ну просто жалко. И мы заставили Англию капнуть, а вместе с ней и весь Альянс. Прекрасно можем позабирать здесь какие-то территории, пожалуй. Мы забрали мы себе немножко странно барионетки. И забрали себе, скажем так, немножко флота. Прекрасно. О, смотрите, мужик стал настолько опытным, что даже смог заказать себе портрет. И теперь у него есть портрет. Прекрасно. Это действительно прекрасно. Итак, Лахт нам разрешил объявить войну в этой стране. Поэтому мы это и делаем непосредственно. Лагает. Хороший вопрос, почему? Надеюсь, не вылет. Вроде нет. И мы таким образом, я думаю, сможем докрасить Индию. И у нас практически все закончится. Еще, наверное, Япония. Но сейчас займемся вот этими кнопками. И Канада решила объявить нам войну. Я, в принципе, и ожидал, что это произойдет. Только я думал, что мы сами нападем. Но да. У них всегда есть КБ на Британию. Поэтому они всегда являют войну. Теперь, я так полагаю, так как эти ребята, да, в респакте начнется вот такая вот веселая война. Правда, игра уже начала лагать. Наверное, из-за того, что слишком много стран поуделялась. Но да. Не очень приятно стало уже играть. Ну, а вот и федерация принцев, видимо. Что? Капнула. Как и ожидалось, это было недолго. Правда, я чувствую, сейчас кто-то начнет нас, да, душить. Но, вроде, мы все равно должны забраться. И вот эти ребята тоже теперь капты. Прелесть. В принципе, на этом наше завоевание Индии можно считать оконченным. Потому что больше соперников не осталось. Непал мы получили. Этих ребят мы получили. А это уже не совсем Индия. И мы можем объявить объединенный Хиндостан. Прекрасно. А у нас еще появляются КБ на Непал, Бутан, Секим и Индия. То есть, ни на кого. Потому что, вроде как, мы все это уже съели. Наверное. Наверное, это уже не наша территория. И что я могу сказать. На самом-то деле, там пошла война с Антантой. Но эти ребята сломаны. Видите, они не призываются. Возможно, надо как-то это запиксить. Но, если честно, не сильно интересно добивать Антанту. Потому что, ну, объясненно говоря, мы уже очень сильные. Они очень слабые. И все, что мы хотели, мы получили. Так что, я думаю, на этом можно наше пророждение закончить. Получилось забавно. Вот у нас, кстати говоря, новый портретик нашего Хана. Ну, с вами был Докэй. Обязательно подписывайтесь, если вы чутки не подписаны. Лайки, комментарии, тысячи скрутбуси. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok